Еще не так давно вера в существование плана Путина и его неизбежное воплощение баюкала россиян, порождая выученную беспомощность и напрягала украинцев, вынуждая проявлять готовность. Но сегодня у Путина больше нет плана, а у Кремля логики. О том, почему так произошло, чего можно ждать в этой ситуации, а главное, что же со всем этим делать, мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Но в начале, друзья, попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддержать наш труд на платформе Патреон. Ссылка в подсказке, описании и первом комментарии. Очень долго россияне жили в реальности, в которой у Путина есть некий план. Когда приходит время, граждане узнают о новых деталях этого плана, а самые нетерпеливые могут все просчитать заранее. Поможет кремлевская логика. Это что-то вроде правил жизни высших руководителей страны, и знающий законы этой логики способен понять Россию, не только увидеть суть происходящего, но даже предсказать будущее. В том числе, благодаря кремлевской логике в стране цвела политическая журналистика. Источники, близкие к власти, рассказывали россиянам, о чем думают и говорят в Кремле. Она же сделала популярным анонимные телеграм-каналы, запускающие в интернет пространство слухи и аналитику по методичкам. Война все перечеркнула. Будущего больше нет, и невозможно ни думать о нем, ни строить планы. Не знаю, успокоит ли это вас, но обитатели Кремля сейчас переживают то же самое. У них больше нет плана, и логики тоже нет. Президент России Владимир Путин и его окружение всегда считались приверженцами так называемой реалполитик. Этот немецкий термин описывает стиль политического управления, при котором все действия совершаются во имя выгоды конкретного лица, его близкого круга, элит или даже государства в целом. Можно сказать и грубее. Это когда нет ничего важнее наживы. Или наоборот дипломатичнее. Это когда практичность превыше всего. Зато идеология, этика и нравственность в лучшем случае на втором месте. Сам термин реалполитик придумал немецкий историк 19 века Людвиг фон Ро Хау. А ее пионером считается канцлер германской империи Отто фон Бисмарк. Именно он первым начал действовать в рамках этой концепции осознанно. В наше время курса реалполитик явно придерживается, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он выступает против западных санкций, тех, например, которые связаны с отказом от российских энергоносителей, полагая, что они невыгодны в первую очередь самой Европе. Как и Путина, Орбана называют современным автократом, но подходы к реалполитику у них заметно отличаются. Для российского президента выгода тоже стоит во главе угла, но он всегда действует в первую очередь в интересах близкого круга и, конечно, своих собственных. Они выдаются за интересы всего государства, что, безусловно, в той или иной степени свойственно всем автократам. С точки зрения истинных интересов государства и общества такой руководитель, как Путин, большая проблема. Зато он очень удобен для политических аналитиков и экспертов всех мастей. Ведь реалполитик, даже если в ее основе заложена не государственная, а личная выгода, предельно рациональна и потому предсказуема. С ней комфортно работать. Распознай, что элитам выгоднее всего прямо сейчас, таков и будет их следующий ход. Кремль поступит так, потому что ему это невыгодно. Путин примет это решение, потому что хочет того-то. Что-то подобное политические журналисты и эксперты писали очень часто. Стоит сказать, что прогнозы действительно сбывались. Никакой магии, сплошной холодный расчет. Например, было совсем несложно угадать, что российские власти не отключат Ютуб. Хотя разные чиновники грозятся сделать это уже несколько лет. Или понять, чем вскоре займется свеженазначенный первый замглавы администрации президента. Когда в 2016-м этот пост занял Сергей Кириенко, журналисты писали. Скорее всего, перед Сергеем Кириенко сейчас стоит определенная масштабная задача. Это может быть проведение досрочных выборов президента, важные изменения в Конституции, пересмотр структуры государственной власти. Ни один из источников ничего подобного не сообщал. Но и без них все было понятно. Достаточно было знать политический стиль Кириенко и его взгляды, а также то, что Владимир Путин часто нанимает людей под конкретную задачу. И действительно, спустя 4 года в Конституцию внесли поправки, а структуру государственной власти пересмотрели, передав главному хозяину Кремля еще больше полномочий. Можно привести множество других примеров, но мысль, я думаю, ясна. Но теперь политические прогнозы не сбываются, а словами очередного источника в Кремле уже мало кого можно увлечь по-настоящему. Кому нужны предсказания в непредсказуемой реальности? Дам на этот вопрос парадоксальный ответ. В первую очередь, они нужны Кремлю, полностью утратившему контроль над происходящим. Впрочем, он планомерно шел к этому сам. И начал этот путь еще 10 лет назад. Поймать момент, когда российская правящая верхушка начала, пусть сперва почти незаметно, отходить от стратегии реалполитик и отказываться от всякой логики, не так просто. Вероятнее всего, это случилось в 2010-2011 году, когда Владимир Путин решил вернуться в президентское кресло. Это решение не соответствовало устремлениям активной части российского общества. Президент Дмитрий Медведев, человек, кое-как создавший себе репутацию прогрессивного лидера, вполне ее устраивал. Многим Медведев казался, если не привлекательным, то как минимум приемлемым вариантом. Чем в конце концов плох руководитель, который делает смешные селфи, встречается со Стивом Джобсом, обещает модернизацию и запускает в Сколково российский вариант силиконовой долины. Не менее важно, что Медведев президент устраивал и российскую элиту. Путин же мог продолжать работать премьером, а потом, когда надоест, выбрать себе любой другой привлекательный пост, который позволил бы ему и о собственной выгоде не забывать, и влиять на ситуацию в стране. Но Путин тогда впервые показал, что теперь понимает реалполитик очень по-своему, и выбрал не выгоду, а статус. Это обострило внутренние противоречия в России, которые внезапно активно замитинговало. Общество начало раскалываться, и режим завалился в сторону авторитаризма. Законы ужесточились, итоги выборов все более явно корректировались, на оппозицию стали давить сильнее. Затем, в 2014 году Путин аннексировал Крым, и с точки зрения прагматики здесь все тоже было, что называется, не так однозначно. Да, крымская компания принесла президенту тактическую выгоду, его рейтинги выросли, однако стратегически ее польза для режима сомнительна, и не только потому, что отношения с Западом испортились, а санкции так никто и не снял. Сами россияне начали осознавать, Крым не такое уж выгодное приобретение, и его аннексия принесла экономике столько же вреда, сколько пользы, и это еще в лучшем случае. В международных отношениях Путин придерживался образа плохого парня, но понимал, когда следует остановиться. Красных линий Запада страна не переступала. В том же 2014-м Путин осознавал, что если уж совсем жестить на Донбассе, страну накроют санкциями посерьезнее крымских, чего ради страдать от них. Поэтому Путин в открытую не вводил войска в Донецкую и Луганскую области Украины. Как бы режим ни кренила, выгода в рамках Реалполитик по-прежнему оставалась важнее всего. Но спустя 4 года, в 2018-м, когда Владимир Путин как бы победил на очередных президентских выборах, он снова изменил свой подход и все же перешел к непопулярным в народе мерам, которых раньше откровенно сторонился. Так, летом 2018-го власти объявили о пенсионной реформе и тут же получили тяжелейший провал рейтинга. Чем дальше, тем меньше в кремлевских действиях было кремлевской логики. Но даже когда это стало очевидно, российские политические эксперты продолжили жить так, будто кремлевская логика все еще работает. Именно поэтому многие не верили в войну даже за несколько дней до ее начала. Ведь воевать с Украиной не только чудовищно, но также непрактично. А Путин, он же прагматик, он не будет поступать иррационально. Да, он может пугать маневрами на границе, но точно добивается этим понятных целей – очередного раунда переговоров с США или снятия санкций. За год до войны, кстати, именно так и было. Тогда на фоне маневров российских войск у границы Украины Путин встретился с американским президентом Джо Байденом. В это сложно поверить до сих пор, но маниакальное желание Путина завоевать соседнюю страну перевесило все рациональные доводы. В украинские города летят ракеты просто потому, что Путину этого хочется. И ему никого не жалко – ни украинцев, ни россиян. Чего ему захочется дальше, мы не знаем и знать не можем. И потому, и это, наконец, пора признать, потеряли всякую возможность прогнозировать действия Кремля. У него больше нет логики. А значит, ее больше нет и у любых прогнозов. Начав войну, Кремль попал на территорию, которую не может контролировать. Под территорией здесь имеется в виду даже нереальная украинская земля, хотя и она, безусловно, тоже, а сама ситуация в целом. Внезапно, чуть ли не главным политическим фактором выживания системы стал некий другой. Это целая страна – Украина, а также все ее союзники, который может ответить, причем ответить неожиданно и сильно. Ответить не только оружием, но также санкциями, многие из которых по-настоящему болезненны. Все это создает мощный фактор неопределенности не только снаружи системы, но и внутри нее. Неопределенность сгущается все эти долгие месяцы, и Кремль мечется. Именно поэтому в августе-сентябре, когда украинские войска внезапно совершили успешное контрнаступление в Харьковской области, он начал то хаотично отменять, то в спешке назначать референдумы о присоединении оккупированных территорий. Логичным шагом было бы отложить их. Но мы помним, что кремлевской логики больше нет. Если последние ее крупицы и оставались в верхах, то были утрачены вместе с ощущением контроля над ситуацией. Чтобы вернуть себе силу, контроль и инициативу на поле боя, Кремль решился на мобилизацию и тут же обрек себя на новую неопределенность внутри собственных границ. Появился еще один другой, от действий которого власти теперь тоже ой как зависят. Это россиянин, не желающий прыгать в окоп. Все еще сложно сказать, сколько таких точно, не только тех, кто уехал, но и тех, кто скрывается от военкомата по российским городам и весям. Но вместе со своими возмущенными родственниками они формируют внушительное облако неопределенности, столкнуться с которым власти тоже явно не ожидали. Чем закончится столкновение Кремля с этим облаком в будущем пока не предскажешь. Возможно, Кремль впервые по-настоящему не знает ответов. Поэтому нет и не может быть никаких прогнозов, планов, как и логики, больше нет. Есть лишь сценарии. У Кремля, как правило, сценариев несколько. Они прорабатываются параллельно, и каждый может воплотиться в жизнь с какой-то долей вероятности. Через эту призму и воспринимайте любую политическую аналитику. Ни один кремлевский чиновник не может ничего предсказать, даже если он очень влиятельный. Все зависит от прихоти Путина, а что завтра взбредет в его голову, не знает никто. Российский высокопоставленный военный тоже не в курсе, какой вскоре получит приказ, как этот приказ будут исполнять люди на фронте и как отреагирует украинская армия. Никто ничего не знает. Что же делать в этой ситуации и на что надеяться? Вспомните, неопределенность – это норма. Жизнь непредсказуема. Все течет, все меняется. Никто не знает, что будет завтра. Да, все это заезженные фразы, но заезженность не делает их менее справедливыми. Все происходящее – не приговор. Сплоченность украинского общества и действия вооруженных сил Украины доказали, что планы Путина и кремлевская логика – это совсем не лом, против которого нет приема. Им можно противостоять, превращая их планы в собственные сценарии. В феврале мало кто сомневался, что российская армия войдет в Киев. Сейчас же все меньше сомнений в том, что украинские территории, которые сейчас контролируются Россией, вернутся домой, как минимум в границе до 24 февраля. Но, скорее всего, и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией YouTube спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!